Украинские политики намерены бороться с представителями Европейского Союза, которые в рамках российских программ посещают оккупированный Крым. Чаще всего это сторонники оппозиционных политических сил. Приглашая их на полуостров, российские власти пытаются показать, что оккупированный Крым не является серой зоной. Россия открыта программа. По нашим данным, на неё выделено более 50 миллионов долларов, для того, чтобы максимально признать аннексию Крыма как законную передачу власти и имущества, а также нашей территории. Для чего? Отдельные представители Госдумы Российской Федерации проводят постоянные переговоры с депутатами, министрами, политиками и проводят так называемые экскурсионные поездки на нашу территорию. 27 октября Севастополь посетила сербская делегация. До этого в Крым приезжали французы, англичане, немцы и греки. Все факты в обход Украины – в нарушение отечественного и международного законодательства. Однако, отмечают сами нарушители, не все решаются на такой шаг. Сегодня многие боятся ехать в Крым. Возможно, уже в самом скором времени это будет делом престижа. Для нас большая честь, что мы первая делегация, которая приехала к вам. Мы вас поддерживаем и благодарим за гостеприимство. Статья 332 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность для лиц, которые пребывают на оккупированной территории страны без согласования с украинскими властями. По этому факту уже вручены подозрения представителям делегации французских депутатов, которые осенью посещали Крым. Такая же судьба ждет и бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, который не только незаконно посетил Крым, но и нанес финансовый ущерб Украине, распив вместе с российским президентом Владимиром Путиным дорогое коллекционное вино из подвалов Массандры. Мы четко заявляем, что независимость от статуса, от положения, мы будем привлекать каждого, и господин Берлускони является не исключением. Итак, я вам демонстрирую документы, генеральные прокураты службы в СПК Украины, о том, что в отношении господина Берлускони открыто уголовное производство на территории Украины по статье 332 часть 1, а также по статье 191 за владение имуществом. Многие международные делегации, которых украинская сторона хотела бы видеть в Крыму, банально не могут попасть туда. Трудности связаны с нежеланием оккупационных и российских властей принимать мониторинговые группы на полуострове. За последний год известно только о двух эпизодах удачного пересечения админграницы с Крымом независимыми экспертами. За все время с момента оккупации всего лишь там смогли побывать комиссар по правам человека, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Уженик, и вторая делегация была турецкая в конце марта этого года. Турецкую делегацию они допустили по тем соображениям, что Турция не присоединилась к станциям противоагрессора, имеют противоэкономические связи с Россией. Видимо, полагалось, что выводы этой делегации будут благоприятны для России. В итоге выводы турецкой стороны не удовлетворили российскую сторону, и их мониторинговые группы больше не посещали Крым. Украинские парламентарии обещают реагировать на каждый факт незаконного посещения Крыма, в том числе и привлекая виновных к уголовной ответственности. Спасибо.